МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые друзья! Я Гомовер, это Бонус, и в эфире программа от винта. Вы знаете, что наша программа идет в ногу с веком, а кое в чем даже опережает его, и мы охотно внедряем здесь у себя последние достижения отечественного телевидения. Ну, это вроде как должно касаться и сегодняшнего выпуска, потому что сегодня у нас телемост. Да, телемост с Америкой! Я попрошу наших режиссеров подготовиться к включению телемоста. Мы собираемся побеседовать с нашими американскими коллегами о последних компьютерных новинках. О, итак, телемост начинается! Хеллоу! Хеллоу! Есть там кто-нибудь? Да у них там ночь сейчас. Спят все. Хеллоу! Какой телемост-то? Да. Да. Ну, а тех, кто почему-то не спит, мы приглашаем засмотреть нашу программу до конца. Сегодня мы с вами поговорим об игре, которая в свое время оказала очень заметное влияние на неокрепшие умы. Такие игры принадлежат к разряду культовых и обычно вызывают ряд подражаний. Эта игра относится к категории квест и называется The Sevens Guest. Это переводится как «Седьмой гость». Итак, перед вами знаменитый «Седьмой гость». Игра, долгое время бывшая бестселлером на компьютерном рынке. Сюжет игры напоминает классический триллер. Когда-то на свете жил бродяга, которого звали Став. Однажды Став убил женщину, которая припозднилась в гостях и на свою беду возвращалась домой ночью. После этого Ставу приснился кошмарный сон. Ему явилась убитая женщина, но почему-то в виде куклы. Бродяга проснулся в холодном поту. Его будто что-то жгло изнутри, и чтобы как-то унять этот адский огонь, он сделал настоящую куклу по образу и подобию той, увиденной во сне. Так Став занялся изготовлением игрушек, которые очень нравились местным детям. Он продавал им игрушки до тех пор, пока вдруг неизвестная эпидемия не поразила город. Многие из детей, купившие игрушки Става, внезапно умерли. После этого Став увидел последний в своей жизни сон. Ему снилось, будто он попал в какой-то странный дом, полный загадок и тайн. Тут-то и начинается собственная игра. То есть с этого момента вы можете как-то влиять на ход этих таинственных и ужасных событий. Вы выясняете, что в странный дом было приглашено шесть гостей. Вы оказываетесь тем самым седьмым гостем. Впрочем, и шесть гостей явно многовато, поскольку, по словам невидимого хозяина, из дома может выйти только один. Тот, кто разгадает все загадки проклятого места. Странные гости дома похожи на призраков. Они полупрозрачны, появляются из воздуха и исчезают, когда им захочется. Хозяин дома вообще невидимка. Вы слышите только его голос. Старый Став построен дом, Загадками наполнен он. Шестеро пришли к нему Испытать свою судьбу. Уговор составлен был, Сердцу каждого он мил. Найдешь ответы на вопрос, Исполнится желание. А если нет, тогда привет. Не выйдешь в наказание. Популярности этой игры во многом способствовал ее оригинальный интерфейс. Таинственная музыка, курсор, который превращается то в руку скелета, то в глазное яблоко, то в череп со снятой крышкой и бегающими глазами. Основное меню, испечренное каббалистическими символами, все это долго не даст вам уснуть, после того, как вы выключите свой компьютер. Продолжаем нашу программу, посвященную новым и не очень новым компьютерным играм. Мы все-таки попробуем наладить какой-нибудь телемост. Сейчас наши режиссеры готовят телемост Германии. Его, как и многое другое, строили к 850-летию Москвы. Но видите ли, дело в том, что... А вот и команда режиссера. Мы готовы. На том конце телемоста Германия. Гутен так, май либа фройнде! Эй! Ахтон! Дело в том, что его еще не достроили. Вот что я хотел сказать. Балис Гимах! Да? Ну, не огорчайтесь, уважаемые телезрители, потому что впереди у нас очень хорошая игра, которая называется «Шелл-шок». Уберзец! Ауф-дойч! Дэк-панцер-шок! Перед вами еще одна игра, которую смело можно назвать украшением своего жанра. Действие ее происходит 7 сентября 1997 года. Позвольте, так это сегодня? Вот именно. Но тогда это казалось далеким будущим. Да, золотой век. Заря виртуального мира. Тогда хард-диски были маленькими, а мышки большими. А сейчас, увы, все наоборот. Так вот, можете себе представить, какой эффект произвел танковый симулятор «Шелл-шок», когда он вышел в свет? Короткометражные анимационные заставки, возможность диалога со вторым членом экипажа, дым, поднимающийся к небу не треугольниками, а клубами, и даже вода, в которой можно утонуть. Все эти нововведения производили неизгладимое впечатление на поклонников симуляторов. А как лихо закручен сюжет, захвачены заложники. Целых семь заложников. Враги посадили их в ужасные клетки, сделанные из проволоки. Этот концлагерь охраняется танками, так что все по-честному. Вы на танки, и они на танки. А вы помните тот безвременно ушедший стиль диалогов? Ту архаичную изысканность? Ты что, пытаешься убить нас, Джек? Вежливо осведомляется второй член экипажа. Или, ты просто молодчина, Джек. Или, езжай левее, Джек. Езжай левее. Или, добро пожаловать на борт, Джек. Ну и так далее, в таком же духе. А помните это неповторимое звуковое сопровождение? Помните, как замирало сердце от рева моторов и лязга гусениц? Помните неповторимо правдоподобный звук ломающейся железной ограды? Эх, где? Где те времена? Неужели они прошли? Увы, сейчас мир заполонили компьютерные игры, занимающие шесть, а то и восемь лазерных дисков. Винчестер объемом в один гигабайт считается неприлично маленьким. А в главных ролях игр снимаются голливудские актеры. И все же, поздно ночью, можно прокрасться к компьютеру, тихонько включить его и снова услышать до трех моторов в пронзительной тишине. Ну вот и все на сегодня. Время разводить телемосты. Гейм, как говорится, ова. В смысле... Гейм, как говорится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова